привет это новый послабшин лайф сегодня у меня тренировка контрольная тренировка последняя репетиция перед стартом за три дня мы и делаем сегодня у нас погода вот такая не знаю короче трасса будет полностью готова или нет хотели полностью 3300 пробежать но похоже как я вижу не полный круг поэтому побежим два по три километра и последний где-то полтора 1600 побольше около короче семи с половиной километров забор стоит там видимо не доделали снизу очень жаль конечно хотелось пробежать по той трассе по которой пробежим спринт но придется так здесь вообще должно быть такая петля туда вниз такой резкий подъем и потом уходить мы должны вот сюда вот вот туда вот они сейчас будут разворачиваться и потом вниз сожалению этой петли не будет она не знаю метров 500 точно есть поэтому будем делать трех километров круг он вот здесь вот обрезается и потом туда уходишь и потом возвращаешься под мост такая это вот здесь шантика бегу здесь индивидуальная гонка вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Генеральная, так сказать, репетиция. Честно говоря, я не сильно доволен, потому что много суеты выдавал и мне кажется, из-за этого сам себя только тормозил, во-первых. Во-вторых, очень суетно, сумбурно подошел на первый рубеж на стрельбу лежа и из-за этого, мне кажется, вообще потерял своего времени, потому что я отсек себя на стрельбе. У меня было 35 секунд стрельба. Это очень долго, первые два промаха. Вот, и вся группа смесилась на полчаса. На час-два. Что я уже сделал выводы и подходил уже совсем по-другому. Здесь у нас немножко изменился круг. Раньше подход был, ну, если вы смотрите, он откуда, он более равнинный. А сейчас он идет прямо с самого низа, подъем такой трехступенчатый. Вот здесь бугорок. И вот этот еще, получается, мостик. И нужно было понять, как у него, получается, приходить. И первый круг, то есть перед стрельбой лежа, я, видимо, переборщил со скоростью. С самого низа там заряжал по полной. Надо было так расслабленно идти. Ну, в общем, короче, это для этого и делалось. Это генеральная репетиция, чтобы избежать потом ошибок. Поэтому сделаю выводы. Постараюсь их исправить уже на гонке. Вот. И показать высокий результат. И сейчас я иду проходить материальный контроль. Я посчитал уже, это мой 14-й будет материальный контроль на Кубках мира, на Кубках АБЮ. Это уже так прилично, честно говоря. Вот, сейчас придем. Будем просматривать все вещи. И самое главное, пройти винтовку. Потому что там бывают некоторые моменты. Ну что, ребят, мне смотрите, какой номер достался. Номер Иде. Так что я в этом году вообще крутой. Но он, наверное, переходящий. Потому что здесь нужно где-то возвращать. Тем, кто у нас будет еще участвовать. Но у нас, по сути, никого больше нет. Все вот так проверяем. Сейчас фотографируют мою винтовку. Здесь заполняется все. Вроде все как нормально. Также смотрят, что здесь у нас была одна надпись. С этой стороны у меня уже заклеена. Китай еще был. Ну вот так. Ну что, в общем, я одного боялся. Но другое у меня вылезло. На самом деле, неожиданно. Потому что спуск до этого проверял. Брал измеритель натяжения. Было 680 грамм. Я еще такой думал. Если я тут много, точно пройду. А здесь, получается, весят гирю. 550 грамм. И она не держит, получается. Я не знаю. Сейчас придется увеличивать натяжение. Хотя это очень не хотелось бы делать. Придется завтра еще раз приезжать. О, приходите и проверяйте спуск. Чтобы он прошел. Зашел тут саунку на разочек. Хочу сейчас выйти на балкон. Я уже выходил. Разочек уже. Второй раз. Тереться снегом. Пешком. Но мне очень помогли белки и витамины. И выброс эндорфинок меня ободрил. Я новый человек, забыть каким я был. Жим, сидя, стоя, лежа. Набухают мышцы, я крупнее, о боже. Пресс плюс упражнения для спины. Руки, ноги, смотри, проступают рельефы. Начал качаться. Стало получаться. Сперва три раза в неделю. Теперь двенадцать. Протеины, витамины, супер коктейли. Бахчук. Близки мы на улице, блин. Но тут очень красно. Так, смотрите, как я. Одеваю смело. В обтяжку Майкл Пола. От женского пола. Метод боя. Я убил овоща. Родил плейбоя. Что, у нас утро нового дня. Сейчас я выдвигаюсь на завтрак. Покажу вам, чем нас кормят. Живу я, мол, в таких вот домиках. В этом вот. О, кстати, горит. Я скажу, здесь очень неплохо жить. Я потом покажу, вернусь когда-то с завтрака, как здесь. Потому что нас изначально поселили в другой домик. Как помните, в прошлом году, можете посмотреть вот этот вот выпуск, который вот сейчас напоминалка вылезла. Там домик был вообще прям маленький для гномиков. Вот, нас сначала туда поселили, мы два дня прожили. И потом нас переселили сюда. Вот в этот домик. Красиво. Вот такая вот красота. У нас здесь уже, наверное, дней 5-6 идет. Такой, типа, снег, типа, не знаю, что это такое. Лыжи, конечно, не очень едут. Но я думаю, скоро, если солнце вылезет, будет очень красиво вокруг. Так что так. Так, завтрак у нас, в принципе, сюда стандартный. Это сыр для чета. Ну, сами видите, это для бутерброда все. Здесь у нас бекон. Это порошковый, получается, омлет, каши. И там, сейчас еще вам покажу, что там есть. Здесь у нас соки. Там всякие, вода, газировка. Здесь лежат, получается, хлебцы, чай. Вот, и здесь у нас хлеб, яйца, яйца, причем есть 5-ти минутки. Вот это, а я это 10-ти минутки, ну, крутую и веселью. И здесь у нас йогурт и молоко, кому что нужно. В общем, вот так. Такой завтрак, в принципе. Да, видно тоже стандартный. Почтян, у меня бутерброд. Как видите, такой вот бутерброд, это потом у меня с кофе будет. С джемом и апельсином. А здесь у меня каша, в которую я добавил еще купленные в магазине банан и изюм. А также здесь джем. Смечается, как он называется, хлебничный. И добавлена обязательно корица. Если кто не пробовал корицу с кашей и джемом, то обязательно попробуйте, рекомендуйте. Поэтому вот такой завтрак. Всем приятного аппетита. Берн чай и смотрим. С укусом. Здесь в домиках все есть. Ну, там апартаменты, по сути. Но единственное, почему-то нету стиральной машины. Хотя, не знаю, мне кажется, такое можно было поставить, но не так уж и трудно. Кстати, вот в этом домике, вот недавно, вчера только уехали, жила Бэйба Бендика. Вот они уехали в Кантилахте на Кубок Мира. Ну, а мы, как вы поняли, никуда не поехали. Так как по логистике у нас там немножко трудно, плюс с деньгами проблемы на эти переезды. Плюс еще у нас квалифицироваться должны два парня и две девочки на Кубок Мира, чтобы бежать из стафета. Поэтому мы здесь останемся всей командой, чтобы помочь им, так сказать, отобраться. Но в стиральной машине есть специальные, этакие лаундри и центры. Здесь вот есть две или три машинки. И еще там внизу, где мы жили в прошлом году, в маленьких домиках, там еще есть большая. Там машина 7-8, наверное, если бы не больше. Потому что вот такая вот. Такие здесь проживания. Дома такие по 4, 6, 8 человек где-то вот так вот живут в таких вот домах. Маленьких по 4. В общем, короче, прикольно. Ну так долго все ждали. И сегодня официальный день тренировок. Камера, я так понимаю, что будут транслировать гонку. Это очень хорошо. Можно будет посмотреть на себя. Соответственно, хорошо сбежать. Давайте будет показаться. Так, что касается сервиса. Работать у нас будет Дима Усов. Он русский, но в рейсе запросили два раза запрос, сделали в IBU. Спрашивали, может ли он работать. И IBU дало зеленый свет. Поэтому он у нас работает. И еще у нас Игорь Забрилин. Он из Казахстана. Два довольно-таки простых сервисмена. Примерно моего веса. Мне будет, так сказать, комфортно работать с моими лыжами. Но единственное, один сервисмен, Игорь, здесь остается на IBU. После того, как мы сейчас поедем. После IBU. Коктейль-сам. А Дима, еще один корейский помощник, как мы его называем. Он едет с нами на Кубок Мира. Вот здесь мы видим еще одну камеру. Вот такая вот камера интересная. Здесь все, как я понимаю. Что-то бочка, не знаю, что-то такое. Может быть согревается. Может кто знает, расскажите. Здесь это где-то середина с кругом, наверное. Даже уже ближе к концу. Смотрим, сколько камер будет снимать. Но я думаю, что одна на рубеже будет, и одна вот эта. Закончилась тренировка официальная. Пострелял я. Мне очень не нравится, кажется, спуск очень. Мне кажется, жесткий. Каждая стрельба была прям вообще такая напряжная. И я не попадал в синхронизацию. Получается, я уже привык к какому-то конкретному спуску. А тут, получается, я давлю, не вылетает. А когда уже не нужно, что-то вылетает. Получается, прям очень. Я на обеде, и сейчас покажу вам, что здесь дают. Здесь салат получается. И там основное блюдо я вам сейчас тоже покажу. И вот по конкретному. Сейчас я тоже не беру. Сейчас вот я разобрал, иду, так сказать, настроить спуск. Конечно, этого не хотелось бы делать, но придется. Потому что если он не держит, то у нас перед каждым стартом проходит проверка, и он просто не пройдет. И все, и меня не допустим к соревнованиям. Нужно будет перестартом подключить. Поэтому нужно сейчас это все устранить, чтобы не было проблем. Сейчас мы тоже смерим. Все, сделали. Подкорректировали. Но, честно говоря, я прям совсем чуть-чуть добавил натяжения. Прям вообще совсем чуть-чуть. И все нормально стало. Вот у этих тоже проблемы. Отстрицепь, смотрю. Что у них не держит. Все, я прошел этот контроль. Посмотрим, что, конечно, перед гонкой будет. Здесь такая проблема есть в механических этих всех штуках. Там получается все же металл, и когда он холодный, соответственно, он сжимается. Когда тепло, сжимается, и происходят изменения на самом деле в натяжении. Честно говоря, уже давно бы пора перейти на какие-то электронные штуки, как мне кажется. Но пока что это никто не делает. Стрелки уже давно перешли на электронные спуски. А у нас все как-то по механическому, по старому все. Именно вот с такой вот ситуацией, с морозом, я столкнулся в Канаде, когда было холодно очень. Я пришел на измерение спускового крючка, и у меня не прошел он. И мне прям перед пристрелкой пришлось там экстремально что-то выдумывать. А, еще раз востор было, два раза такое. А у меня винтовка очень сложно разбирается. Суета такая, что никому не пожелаю. А еще такой случай был в Корее в этом году, что у меня прямо на пристрелке за 15 минут, по сути, до старта. У меня ломается боек. Ну, прям вообще ломается. Все, невозможно стрелять. Мне приходится быстро вообще винтовку разбирать. Хорошо, у меня ключи, боек был запасной. Собрал и побежал. Стрелял, конечно, не очень, видимо, из-за того, что не размялся и не было спокойствия какого-то. Ну, и накосячил, короче. Вышел, в общем, побегать немножко кроссика, там минут 15. Может быть, чуть-чуть статики сделаю, потому что вчера тонус мышц был недостаточно, не стоя. Не очень мне нравилось, как стрелять. Я связывал это все с тяжелым спуском, но я думаю, что там не из-за спуска делал, потому что у меня были такие колебания странные. А это из-за того, что тонуса не хватает, когда мышцы в таком-то тонусе. Я изглобка такая прям жесткая, вот этого не было. Сейчас пробегу немножко кроссик и сделаю татичку. И будет нормально. Ну, что, настал этот день, который мы все так долго ждали, начало сезона. Долго тренировались и сегодня он настал. Вот сейчас лыжи немножко покатали, выбрал лучшую пару и сейчас скоро на пристрелку уже пойду. Представляю себе, потом у меня будет еще перерыв там 30 минут, еще разочек скачу лыжи и уже пойду на стол. Ну что, остается совсем, совсем чуть-чуть. Я получаю чипы, пойду даже получать. Камеру даю массажистки, она будет чуть-чуть снимать. Я, минуя мир иной, иду по мостовой. Каждая минута в кайф, целый мир под ногой. Час в пике, любимый город, хоть от счастья лети. Где твоя удача, брат? Нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен оттуда, где тепло. Ты мой друг, если че ты стоишь, а не просто трепло. Твой шанс где-то рядом, используй его. Ведь кому ты нужен здесь, кроме себя самого? Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло. Я просто делаю своему зло. Каждый хочет знать и верить, любит, да дрожжи по коже. Если ты с небом хорош, оно всегда поможет. Небо поможет нам, небо поможет искать. И небо поможет нам, небо поможет все взять. И небо поможет нам, небо поможет нам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но еще сыграл, мне кажется, трасса была Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подумал, что все, ну, состояние хорошее Ноль железобетонно-стрельного И как только я про это подумал Сразу же получил промах Сбился с ритма Ну и, соответственно, получил еще Второй промах Вот тут, короче, вот оно Первые гонки, они вот такие вот бывают К сожалению Ну что, живем вот в таких вот домиках Здесь вот, где я захожу Ну, вот сюда вход Здесь обувь Здесь вещи Кто-то вешает Здесь у нас три комнаты, получается Я живу в самой дальней Здесь у нас такая нормальная кровать Две кровати А здесь у нас такие вот кровати двухъярусные Мы живем по одному человеку Извиняюсь за свой, так сказать, беспорядок Который у меня еще здесь Вот, здесь ящик, получается Можно вешать, можно вложить В принципе, на одного человека очень хорошо Вот здесь вот большой холл Кухня Здесь я как бы работаю Монтирую Винтовки у нас тут лежат Кстати, классно в Европе, что можно винтовки Хормить у себя Ну, как бы, и в любой момент, что нужно переделать Все есть Холодильники, микроволновки Печки, духовки Посуды Все, в принципе, существует здесь У нас, видите, все заставлено здесь Витаминами Витамины я вам уже показывал, какие В принципе, у меня ничего не поменялось Вот Так что, такие дела даже ко мне здесь есть И вот такие Такой вот вид из окна В принципе, очень комфортно жить Сейчас еще покажу вам Что здесь есть Фишка такая А, здесь даже вот шумка есть Вещи просто за 30 минут сохнут Здесь вынос туалета И здесь у нас сауна Вот такая вот сауна Вот, до сих пор чувствуется Вечер тепло 30 тысяч градусов Довольно-таки Комфортно, короче, жить здесь Ну что, у нас новый день Сегодня день пасюта Погода, как видите, у нас Практически такая же Это же свежий снег Но, как мне показалось Что вчера мы уже неплохо ехали Поэтому Но сегодня уже в куче будем И посмотрим Как с остальными я буду ехать Потому что вчера я практически один везде Непонятно было Такого волнения уже нету Как вчера Ну, вчера он тоже небольшой был Но, как мне кажется Адреналин мне все-таки Немножко по ногам ударил Сегодня тоже вот До пяти утра прямо спал Отлично А потом вот как-то С пяти там до восьми Уже так Как-то Немножко напряжены Я не знаю, с чем он связан Я там уже и Книжку включил Научки встал Чтобы Как-то отвлечься И поспать еще Но Пошел Весь В ноги Что-то такое Вот эти приходят Я не знаю, как это объяснить Короче Такие по адреналин Субтитры сделал DimaTorzok Пришел туман Постучал в дома Шалью синей Обнялся Так уж было раз В предрассветный час Было несколько лет назад Пришел туман Свел меня с ума Обогнать его нету сил Он растаял сам И на небесах Ночку синюю погасил Синий туман Похож на обман Похож на обман Синий туман Синий туман Синий туман Похож на обман Синий туман Похож на обман Синий туман Синий туман Пришел туман Он как травм туман Ох, как кружится голова Так уж было раз У двоих у нас Все слова Не все слова Пришел туман Постучал в дома Уходи туман Уходи Все давно прошло На душе светло И печали все позади Синий туман Похож на обман Похож на обман Синий туман Синий туман Синий туман Похож на обман Похож на обман Похож на обман Синий туман Синий туман Ну что, ребят, уже закончился патют, побороться сегодня произлось прилично, стрелялась, скажу, очень тяжко, особенно стоя, я не знаю, просто вот первый рубеж пришел еще вообще свободно, поэтому, видимо, и стрельнул, но второй вроде рубеж тоже пришел нормально, но что-то задумался как-то странный был, выстрел, если бы я первый должен был, конечно, попадать, не знаю, спрошу еще куда, но я думаю, сейчас на 5, наверное, если бы отдернулся, потому что вовремя не выстрелил. Ну а по гонке скажу, что было непросто, в подъемы, то есть бежалось хорошо, то есть со всеми, в принципе, одинаково шел, а именно такие вот затяжные такие вот штуки, как вот здесь вот, допустим, и выход, и расталкивание на спуске я проигрывал. Такое ощущение вот, что просто маршрут, он сам по себе вот здесь вот, именно на этом снегу, на свежем, он проигрывает именно в первой фазе вот это расталкиваешься, а потом, когда садишься, скорость набирается, 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 и в конце подъезжаешь к ним, и вот это на последнем кругу прям четко было понятно. я за норвежцем, застанцем там, уже все, отставать начал там на равнине, растолкался хуже, но в конце подъехал, хотя сначала он уехал от меня, а потом, ну то есть, я вот подъехал от него. Ну а на финише, короче, там была такая ситуация, то есть, я за ним жестко приблизился к нему и шел прям впритык. У меня была там мысль, ну то есть, до конца потерпеть и уже в самой последней части, в коридорах уже выйти и его обыграть. Но зачем-то я пошел вот этот мостик его обгонять, и немножко потратился, мне кажется, и из-за этого не смог уже, когда я вышел потом. Потом все сделал так, как хотел, за ним разогнался, в мешке посидел, там воздушно, начал выходить, а там, вот как вот здесь, свежий снег немножко, здесь раскатано, получается, и я немножко уткнулся в это, ну и мне не хватило, то есть, короче, там буквально две десятых, наверное. Ну там, в принципе, двенадцатый, тринадцатый место уже не такое. Понятное дело, хотелось выиграть, но учту это в следующий раз, так буду сидеть до последнего, то есть, как бы сила-то была именно там, на финишный рывок, нужно было так сделать. Все, теперь у нас два дня перерыв, завтра мы отдохнем, а потом сделаю официалку, и уже у нас двадцатка будет. Двадцатка по всем петлям, которые здесь есть, вообще, круг довольно-таки непростой, но подход будет легче, честно говоря, я так думаю. Потом решил устроить себе корейский обед, сварил раменчик, и у меня еще было мясо и сыр с ливенью, ну и хлебушек отсюда со Швеции, с яичками, все как положено. Ну здесь яичко должно быть сырое, разбить его, но сырого не было, он был вареный так. Смотрю лыжные гонки, сейчас идет двадцать километров, и также сейчас Спартак будет с зенитом играть, сейчас буду футбол смотреть, так что вот такая насыщенная программа на выходной. Сейчас я пришел на перестрелку, на официальную тренировку, завтра мы бежим в индивидуальную гонку, послезавтра в спринт. Но я сделал, как вы помните, у меня были проблемы там со спуском, вот я сейчас хочу еще раз проверить спусковой механизм, ну натяжение спуска, чуть-чуть убавил, потому что мне кажется все равно, у меня синхронизация не происходило, сейчас постараюсь найти, потому что материальный контроль переехал куда-то, вот я сейчас буду искать их. А еще у нас холодает, но сейчас еще более-менее нормально, но с завтрашнего дня я знаю, что будет холодно, нужно утепляться и пробовать, как сказать. какие-то вот я сейчас в варежках буду стрелять. Ребята, я хотел вам сказать, что сейчас идут эти трансляции с IBU тоже, очень неплохие трансляции, вы можете зайти по ссылке в описании и посмотреть там в записях, и в прямом эфире есть. сейчас такую картину наблюдаю, вот они сейчас как раз едут за мной, немецкая команда, и у них сейчас идет разбор трассы, как я понял, тренер просто их останавливает, рассказывает, что и где делать, вот это на самом деле классная штука, надо бы ее тоже взять на вооружение для нашей команды. вот, сейчас тест звука, у меня тут подлетел некоторую штучку, и вот думаю, поможет она или не на микрофон. Они сейчас едут и смотрят, что делать, потому что, допустим, я на своих гонках, честно скажу, немножко ошибался, наверное. Так, ну что, ребята, у нас уже выход на старт, и я сейчас решил вам показать, что я одеваю, одел, ну, комбез это понятно, под комбез у меня получается крафтовское термобелье, я не знаю, как оно называется, честно говоря, ну короче, вот такое, то же самое, только с длинной шеей у меня сейчас. И про перчатки, это очень важный момент такой, вот я обычно стреляю, когда тепло вот в этих перчатках, мне нравится здесь покрытие, они уже, конечно, старенькие у меня, но когда у меня чуть-чуть мерзнут руки, я всегда использую вот эти вот, они уже очень много времени, но я всегда их использую, это мне очень нравится, потому что здесь пальцы вместе, не мерзнут, допустим, вот эти тоже неплохие перчатки, но все равно пальцы отдельно, и они подмерзают, плюс еще здесь, видите, резинки, мне это не очень нравится, чтобы тормозит. также буду, наверное, использовать баб, скорее всего, но не точно. Ну и шапки мои обычные, которые я у них, в принципе, выступаю всегда. У нас не настолько холодно, у нас минус 8-9, но я думаю, что все равно нужно утеплиться, потому что 20 километров это все-таки не хухры-мухры, так сказать, и все равно тело будет остывать, как ни крути. Поэтому вот это использовать сегодня буду. На всякий случай еще возьму вот такую жилетку, если будет прохладно, я ее одену на разминку, а если будет в ней жарко, то возьму еще одну жилетку, которая чуть-чуть похолоднее. Еще очень важный момент сегодня про питание, не забывать. Сейчас покажу, какие гели буду использовать. Напиток у меня, вы видели, Юнии Спорт, по-моему, от Нутренда. Здесь гель у меня, получается, скорее всего, это буду прямо в гонке использовать, скажу, где-то на третьем кругу, чтобы далее. Это перед стартом буду использовать спонсорские ВДЦА. Это у меня уже я пил в прошлый раз. Ну, это бутылочка просто поить, очень удобно, тоненько. Стимол буду использовать. Биаргинин. Ну, и все, в принципе, больше ничего у меня нету. Ну, и плюс у меня после гонки тоже там напиток, другой Opus называется. Вот, как-то так. Так, я смотрю, у меня в тесте участвуют сегодня лыжи похолоднее. Это вот L2-1, кстати, сканта структуры, я на них выступал много. И вот это здесь пара M61F, который я в прошлом году здесь выступал. Но в прошлом году здесь была немножко другая ситуация, не было свежего снега, то есть было вообще практически своего не было снега, и был такой лед, короче, крошка льда. Сегодня такая хитрая погода, короче, то солнце вылезет, то все это затянется. Ну, короче, здесь пушки везде кругом включены, потом здесь горнолыжка, и вот оттуда должно солнце, оно то выходит, то заходит, короче. Но холодает сегодня к вечеру, то есть будет больше холодать. Что-то такая, что солнце было, но оно, видите, ну что превратилось в туман, и пушки здесь, ну тут вместе и туман, и пушки, я так понимаю, и такая влажность, сейчас я говорю, большая, руки мерзнут просто компетно. Даже вот в таких вот перчатках-варежках и замерзают. Так что я буду, скажу, что сегодня будет веселая гонка, на самом деле. Но радует то, что подъемы пока что не разбили. Надеюсь, что они так останутся жесткими, твердыми. Это немножко улучшит, так сказать, состояние свое, потому что на мягких подъемах зарываешься, и тяжелее намного, когда выходишь с них. Это готовка, полный уходом. Вроде минут 4, но что-то как-то холоднее, кажется. Влажность сегодня высокая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И когда я пришел, то уже вот так вот было все, чисто, но я не знаю, не из-за этого скорее всего промахнулся, а на 5 часов скорее всего дернул пальцы, возможно пальцы чуть замерзнут, на ногах тоже пальцы сильно замерзнут. Сам перехол, что сам-то могу работать, ну то есть как бы сверху, что все хорошо, а ноги вообще не позволяют, как спотыкаешься постоянно, упираешься во что-то такое. То есть, ребят, короче, я еще не исключаю такого варианта, что я тут немножко решил поэкспериментировать перед этой гонкой, индивидуальной, и сдвинул щеку, ну вот эта вот часть получается, я ее сдвинул немножко к себе, ну так, мне казалось, что типа я голову немножко отклоняю сюда, вот, и рогатку, ну то есть вот этот вот гриб, кто-то ее называет, я сдвинул максимально вперед, ну то есть увеличил вот этот угол, и на самом деле может быть это и неплохо, ну то есть как бы, но так как я еще не привык к этому углу, я думаю, что у меня как раз вот на последней стрельбе это и сказал, потому что у меня непривычно, что тут надо держать какой-то угол, у меня просто она всегда стоит и все, ну то есть жестко, а тут получается я чуть-чуть расслабил руку, и у меня все просто вниз улетело, вот. не знаю, завтра посмотрим, но мне не нравится моя скорость стрельбы, но я это связываю с тяжелым подходом, с тяжелым подходом, плюс еще погодные условия, хотя я не знаю, почему, ну то есть еще спуск, что я вот регулировал, возможно это, не знаю, разбираюсь, хочу стрелять как всегда стрелял, но пока что как-то не получается, завтра попробую как бы это все, просто взять и стрелять ни о чем не думая обещал вам показать, что такое компакс, это вот такая штука, вот как я вам уже показывал, сейчас я врубил капилляризацию, у меня перед стартом несколько часов вот я лежу и они мне вот так вот работают, потому что у меня вчера была некоторая проблема с ногами, я понял в чем причина, причина в том, что я на официальной тренировке сделал очень жесткую такую работу, ну короче перебрал, вот. и из-за этого поплатился вчера, вчера сделал массаж, ноги вообще просто там, ну как бы, мышцы, особенно вот эта вот боковая фасция, и вот внутри мышцы вообще очень пострадало, так сказать, сейчас вот нужно их как-то реанимировать, сейчас вот пробую такой вот режим капилляризации, надеюсь, что это поможет. sort of... Hello! Hello! Thank you, thank you.. Very nice race! How about feeling? The feeling was great today, actually. Yesterday I was a little bit slow on the skis, so I didn't know what shape I would be in today, but on first loop I felt, yeah, it was really good and it was a penalty, at prone, but a fast clean shooting at standing, and then I thought, why not just go for the win. Все рейсы очень хорошие результаты, когда вы начали? Да, хорошая неделя в Идре, хорошая неделя Когда вы начали World Cup? Я не уверен, это не только для меня Это тяжелая борьба для World Cup, как норвегицы Но я хочу, конечно Да, очень сильная команда Но это возможно или нет? Это возможно Я думаю, это возможно, очень хорошие результаты сейчас Да Я думаю, что это возможно Мы увидим, я надеюсь Я надеюсь До свидания в World Cup Я сейчас начинаю в Покульте Да, хорошо, хорошая удача Спасибо Короче, сегодня даже вообще не снимал ничего Уж холодно было Камеры бы мертвы, да и плюс я сам хотел эксперимент провести Мешают ли мне съемки или нет Но скажу, что все не в съемках дело Просто сегодня, честно говоря, винтовка вообще не хотела стрелять просто Я понимаю все, прихожу, что она вообще не будет у меня сейчас нормально, адекватно реагировать Просто думаю, ну, просто в полный газ типа стреляй типа и все Ну, дави максимум Ну, давил так получается, но просто это какой-то трэш, честно говоря Ну, что три промаха, три круга Что там ловить-то Ну, если по факту сказать, то эта гонка получилась прям самая лучшая по раскладке сил По тому, как я на ней себя чувствовал То есть я выходил, как я говорил, что проигрываю вот в эти выходы с подъемов и расталкивания на спуске Я вот на этом спринте как раз это делал и получал вот это удовольствие Но результат не получился, во-первых, из-за штрафа А во-вторых, ну, скольжение опять же было не супер хорошее Опять не в лыжах делал, а просто они лыжам показывали, так сказать, максимум Именно такую погодную, такие погодные условия Поэтому сделал, как мне показалось, это была лучшая гонка за последние, наверное, 2-3 года уже, которые прошли И я был доволен ей Получился вот такой этап, спаренный этап Четыре гонки, много вынес из этих гонок И сейчас двигаемся в Хакфильсон И в Хакфильсон уже будем стараться исключить эти ошибки И, соответственно, показать результат выше, чем он был тут Поэтому всем спасибо, что смотрели это видео Поставили лайк, подписались на канал Ну а с вами был я, Тимофей Лапшин Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok